here's johnny а также здравствуйте это одна из карт мапперс коллектив map pack или что-то такое называется джарри и мы попадаем на лодке вот такой остров который полон остров опасностей и секретов и кстати секретах вот здесь есть один из них давайте еще раз на запрыгиваем сюда и забираем коробку с патронами да этот секрет достигает с помощью вот механики в оригинальной игре где мы можем вот на таких наклонных поверхностях прыгать выше тем не менее вот это вот вода кстати достаточно сильно ранит она очень холодная как увидели мы будем стараться и не трогать начинается карта с небольшого такого платформинга благо он длится недолго и одна из особенностей вообще этой картой маппака в принципе 8 карт насколько я помню я играл из них только в 3 и в принципе не мне понравилось это именно то что еще серьезно от карты серьезно классического такие вот круглые башни вообще этот маппак преследует цели что здесь должны быть только ванильные ресурсы из сериус м до сыгран гандар карта никак не связаны между собой то есть по сути отдельные такие творения комьюнити прожек в дубе то же самое он вышел в конце прошлого года и даже только сейчас я не уверен что я буду остальные карты записывать возможно парочку еще но посмотрим может быть я запишу даже все но пока что мы начнем с этой постараемся и пойти сто процентов а сложите серьез все убийства все секреты по крайней мере всевозможные убийства я не уверен если здесь паломные спауны которые так знаменитый классическом сериус м но мы посмотрим на что такое польские доски здесь появляется демон но у нас есть укрытие такое так что мы можем поиграть с ним гир запор игра закончена еще ребята различные ничего особенного ничего сверхъестественного пока что эту броню я думаю мы оставим на потом на свое достаточно и вот здесь вот будет у нас первый большой бой когда мы возьмем этот огнемет вот здесь вот появятся биомехи с оргами там будут камикадзе окруженные гнарами в больших количествах достаточно и потом появится вот здесь вот большой рептилоид райжевый так ну что же берем боеприпасы и начнем первым делом я фокусируюсь на этих ребятах дальше мы слышим подходит камикадзе мы используем огнемет мы знаем что огнемет бьет сквозь толпу и нам не придется высаливать комикадзе из толпы гнааров мы просто их всех поливаем огнем и комикадзе взрываются фурно убивая или сильно ранее остальных вот этих зубастых животных появился лайфбар это значит что сзади нас сейчас будет атаковать рептилоид мы отступим здесь так и пока мы находимся тут зайдем за это здание и возьмем секретные боеприпасы и в принципе рептилоиды мы можем атаковать вот отсюда он нам ничего не сделает просто в этом стоять здесь и зажимать у него есть навиганом но это скучно поэтому давайте воевать ним так как задумывать там еще кто-то лазерами стреляет но нам все равно мы слишком крутых чтобы обращать на них внимание по крайней мере пока что ну а теперь можно и не заняться так можно броню и двинуться дальше здесь будет небольшой отряд скелетов ничего себе естественного если их будет много просто достаем огнеметы да можно прям сейчас это сделать и жаримся толпу огнемет здесь играет хорошую роль на самом деле здесь бои построены таким образом что он весьма полезен тем не менее здесь есть переключатель который нам поможет двинуться дальше поднимает вот эту вот платформу заодно призывается того вот этого теперь аккуратненько перепрыгнуть вот есть потому что осталось от моста судя по всему нас встречает немного скелетов и биомех мы знаем как вы с биомехом просто стреляем в районе его пушек чтобы сбить его ракеты на случай если нету ракетницы или пушки и так вот нам нужно туда пойти но мы заглянем вот эту деревушку и поздоровимся с местными жителями и не гнарами когда мы возьмем эту таблетку появится их вожак и если мы выстрелим него появится еще пучка мелких на это абсолютно опциональная зона или здесь есть чем заняться помимо истребление маленьких гнуаров вот здесь вот есть секретная таблетка призывающего от этих ребят зачем-то также есть секрет еще и вон там тоже таблет но это довольно странный довольно злостный секрет потому что он ничего не дает взамен абсолютно то есть когда берем таблетку нам после путь пригождают 2 биомеха новин и это все но мы можем конечно пойти туда обогнуть весь остров и взять там гранатомет и разобраться с ними легче но мне лень тактика здесь следующая просто расстреливаем левого биомеха так как мы привыкли и потом обходим вот сюда почти идеально ну и на этом мы закончили с этой зоной ее можно пропустить она абсолютно не нужна но но она веселая в этом мире так здесь появится биомех и вот эти ребята немножко постреляем них вот так потом когда пойдут ближе вот сейчас достанем огнемет который просто испепеляет всю толпу и он здесь гораздо эффективнее ну и вот эти моменты конечно бесценны всегда любил одними так издеваться первых потому что ненавижу зоргов а вторых потому что это весело да и немножко садист здесь будет 2 достаточно большой бой начинается он безобидные стандарта и в принципе продолжится также это место дополнится только немножко зоргами биомехами просто отстреливаем ребят пока отступаем и в принципе вот из этого угла их можно уже встречать огнем и они плюс-минус все на него так или иначе набегают и сгорают также камикадзе очень помогают с биомехами и прочими ребятами взрывная волна и не хорошо очень ранит что немножко компенсирует отсутствие взрывного оружия красные подошли добиваем зоргов оставшихся которые так и не сдвинулись с места по какой-то причине потешно здесь мне нравится атмосфера этого уровня здесь кстати еще есть обитатели коренные жители этого ледяного острова и поддержки саданы и одна из хижин также скрывает секреты на этот раз она призывает гигантского рептилоида но только зеленого просто в рамках шутки видимо классический сериал сам и в этом случае в том числе вот собственно этот грандомет я кстати не знаю насколько бы он проще сделал тот секретный бой с двумя биомехами но просто подумал почему-то сейчас тем не менее здесь нас как очевидно готовят к чему-то важному и масштабному ну насчет масштаба это не так масштабно потому что всего лишь эта комната но поверьте здесь будет напичка на всего доверху причем буквально и так опять же начало безобидное ничего не предвещает как говорится а то вот из этих вот мест появится сначала появится гнар и потом из этих мест появляются солдаты я предпочитаю стреливать гнаров не трогать а когда гнаров скопится очень много и и счетчик кадров в секунду вас об этом знать просто делаю вот так действительно движок игры не переваривает такое количество гнаров видимо игра начинает тормозить некоторых моментах ой ой это было неприятно но благо много урона я не получил это очень круто режим оставшихся этого чувака тоже дальше вторая волна это будут гнары со скелетами и красными солдатами и верите или нет красные солдаты здесь опаснее всего если предпочитают немедленно использовать почему на их просто очень много этих самых красных безголовых солдат они вот по земле стреляют своими снарядами и вроде как и потихоньку но очень так активно отщепляю здоровье и броню от скелетов более-менее просто увернуться гнаров тоже но на них так или иначе на их снаряды наступаешь но мы справились даже много здоровья не потеряли здесь очень много далее нам дают инвул это должно дать представление о том что будет на самом ничего сверхъестественного но мы его возьмем все равно будет зорге по скелету в каждом углу и биомехи периодически появляются это самое веселье начинается когда инвул заканчивается так вроде все да действительно это вот завершающий аккорд о отлично в этом бою очень много все может пойти не так но мы справились и заслужили лифт и что же нас ждет на вершине еще три демона почему бы и нет план у меня такой мы убиваем вот этого просто потому что получаем подзад его шаром это тоже план не переживайте далее мы аккуратненько спускаемся вниз потому что у нас есть еще секреты я хочу сделать это сейчас вот на этом джампаде мы взлетаем на другой конец острова на другую часть острова дергаем этот шарики опасно блин дергаем этот переключатель и в той арене открывается пол я не знаю кто такой джон и почему перед ним извиняются но узнаем далее здесь за этой башней мы видим джампад с которым мы с помощью которого мы сможем обратно отправиться и секретные боеприпасы которые испаунят секретную снайперу мы можем вот так эпично застрелить этого демона в полете ну почти здоровья бы наверно взять наверно а хотя внутри есть аптечка по моему даже броня если мне память не изменяет отлично ну а по здоровью у нас уже все хорошо на действительно но мы эту броню оставили замечательно не то чтобы она нам пригодится но тем не менее хочется быть уверен потому что здесь открывается портал видимо в ад таким вот чуваком получать урона здесь смысла нет он стационарный просто уворачиваемся опасность здесь просто закрывает заключается в том чтобы упасть с этого места если слишком далеко найти подняться уже не получится используя весь потенциал нашей секретной снайперки не зря же мы за ней пробили ну и все зверь поверен возможно это и был джон мало ли его знает портал вас возвращает на вершину и да мы все сделали можем смело идти забирать вам тут крест и да мишен комплит ох карта превосходная на мой взгляд именно вот в ней то что делала серьезным прекрасным именно классический и она присутствует здесь и она несколько приумножена то есть интересный дизайн уровней совершенно дурацкие такие смешные секреты местами бои и комбинации вот именно врагов именно которые принуждают правильно двигаться правильно использовать оружие в частности здесь звездой в некоторых ситуациях становится огнемет даже в большинстве ситуаций а и его способность пробиваться сквозь толпу то есть все вот столпе там кто монстр и тут огонь поражает не только тех кто спереди но и тех кто за ними и так далее в том месте где вот камиказы были окружены гнарами это было важно и в некоторых других моментах вы могли их видеть уже очень здорово за дизайнером именно по тому как он раскачивается то есть поначалу такие небольшие прыжки там по лединкам и так далее потом уже постепенно бои 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 все разворачиваются все здорово финальный бой может финальным боем я считаю тот который внутри на той небольшой арене он очень многое может пойти не так на самом деле ну важно двигаться и приоритизировать цели и вот это именно то что делается и сам сериал сам это отличная карта я повторюсь в этом маппаке играл лучше в 3 они тоже клево и не знаю как насчет остальных не знаю буду ли их все записывать но какие-то точно запишу крайне мере из тех 3 которые играл касательно этого уровня еще интересный момент что в некоторых боях которые особенно большие играет музыка иная то есть нас есть музыка спокойная по уровню у нас есть музыка боевая да и есть музыка для босса вот именно вот эти моменты включалась музыка для боссов что достаточно забавный темпа добавляет в общем уровень отличный ссылка на скачивание как обычно будет в описании зацените поиграйте и остальные тоже ну и насчет записи остальных уровней еще подумаю из какие-то да какие-то запишу может быть даже все не знаю да но на этом все спасибо большое за просмотр и всего доброго